В начале сессии спикер парламента Валерий Кварджи, отметив важность вопросов в повестке, предложил сначала обсудить их. А затем, если есть дополнительные вопросы, перейти к ним. У нас есть вопросы, которые нужно было гораздо раньше принять. Но они в силу различных причин принять их оттягивалось до сегодняшнего дня. Вопросы очень важные, мы должны сегодня решить. Депутат Народного собрания Алхаз Джинджоли предложил обсудить внутриполитическую ситуацию в стране после основной повестки дня. Депутаты не возразили, начали с обсуждения законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы. Депутаты приняли его в третьем окончательном чтении. Депутат Алхаз Джинджоли объяснил необходимость поправки к закону. Смысл закона в том, что сегодня вопрос проведения МСЭК, так коротко назову, мягко говоря, завис между органами, ну, Минсоцем и Минздравом. Без особого энтузиазма проводить этот МСЭК с обеих сторон. Вопрос важный, потому что касается пенсионного обеспечения, обеспечения там инвалидности, и он не урегулирован до конца юридически, поступило предложение от исполнительной власти выделить эту структуру МСЭК при Кабмине. То есть, фактически вопрос проведения МСЭК, который в последние годы стал такой немножко капризный, скажем, берется под контроль Кабмина. Затем депутаты приступили к обсуждению поправки в закон о республиканском бюджете на 2021 год. Предварительное обсуждение в профильном комитете проводилось дважды. Проект представила Натали Смыр. Основные параметры бюджета удовлетворены в объемах по доходам. 10 млрд 903 млн рублей, по расходам 12 млрд 187 млн рублей, бюджетный дефицит вырос до 1 млрд 283 млн рублей. В республиканском бюджете тоже изменились параметры. Общий объем доходов на 2021 год составил 8 млрд 587 млн рублей, расходов 9 млрд 821 млн рублей. Проект закона предусматривал 90 млн рублей на погашение задолженности по судебным решениям арбитражного суда, накопленных с 2011 по 2014 годы. Однако депутаты отклонили данный пункт. Я считаю, что в государстве, в котором не выплачены пенсии, есть задолженность по пенсиям в определенном объеме, где, я извиняюсь, бушует такой ковид, ситуация у нас очень сложная. Хотя на ковид, если вы помните, было внеочередное заседание сессии, где мы принимали 295 млн, санкционировали выплаты на медицину. Сумма задолженности всего по арбитражным решениям 312 млн. 90 млн мы дадим исполнителям власти. Кому выдадут эти деньги и к кому будут направлены, по каким решениям будет выполнено данные принятия изменений, мне непонятно. В парламенте обсудили бюджеты районов на 2021 год. Был отмечен Гагарский район, в бюджете которого образовался профицит в 100 млн рублей. За счет этого района удалось погасить многие задолженности. Гагарский район в этом году не нуждается в дотациях. Дотации не получат также Сухумский, Галский районы, Гудаутский, Ачамчирский районы получат по 10 млн рублей, по 5 млн в Кулырыбшский и Ткварчалский районы, 15 млн в город Сухум. В ходе заседания у депутатов возникли вопросы по компенсациям ущерба нанесенного стихией. Та сумма, о которой мы сейчас говорим, 15 млн, это даже не покрывает, ну не знаю, 10% того, что произошло у нас в городе в течение этого года. Но у меня вопрос к министру финансов. Эти 15 млн, каким образом вы планируете их распределять? Люди, во всяком случае проживающие на стороне, со стороны турбазы, с кем я общался, они в меньшей степени просят восстановление их жилья, а больше очистку реки и укрепление ее. А это в цифрах, коллеги, чтобы вы понимали, до 100 млн рублей, под ключ эту реку сделать. Потому что этих людей топит из года в год реально, и проблема не решается. Ну, 15 млн подспорье для города Сухум, и вот, допустим, на Имама Шамиля нет крыши, и на других домах. Одна крыша в среднем обходится от 5 до 7 млн рублей. Районам дается на сбалансированность бюджетной системы. То есть, к примеру, расходы города Сухум будут увеличены тоже через решение собрания. Конкретную цель, вот как вы, депутаты народного собрания, определяете, вот там объемы и цели определили, да, вот дотация, допустим. Вот то же самое в каждом бюджете произойдут изменения. Вице-премьер министр финансов Владимир Дэлба отметил, что специальная комиссия определила размер ущерба от стихийных бедствий – 227 млн рублей. По словам Дэлба, Абхазия обратилась за финансовой помощью к России. Вопрос рассматривается в данное время. В ходе заседания у Валерия Акарба возникли вопросы к вице-премьеру министру финансов Владимиру Дэлба. Есть еще испорченный КТ и рентгенопарат республиканский в Центральном медицинском учреждении Абхазии. Он на проезжении нескольких месяцев не работает. Говорили, что нужно было изыскать средства и приобрести там дополнительные запчасти, да, какие-то, чтобы это восстановить. Это первый вопрос. Второй вопрос – как были использованы вот эти 100 млн, которые мы заложили на приобретение приборов учета, которые сказали, что у нас есть иные приоритеты в Черномороэнерго? Мы направили на эти цели из бюджета 9,8 млн рублей. Там приобреталась трубка для республиканской больницы. Более того, там сейчас будет приобретаться оснащение, связанное там, если я не ошибаюсь, в роддоме. Там мониторы будут менять. Ну, в многом. За последнее время очень много средств направлено на приобретение медицинского оборудования и инструментария. В этом смысле, в отношении того, работает КТ или в республиканской больнице на данный момент или нет, ну, если с точки зрения финансового обеспечения, ресурсы туда были направлены. Вот. Ни одна заявка по расходам на ковид финансово не задержана. Полностью обеспечена. Полностью. В ноябре 2021 года 407 млн рублей направлено на цели по борьбе с ковидом. Прямо в бюджете предусмотрено, как и в следующем году предусмотрено, поддержка энергетической отрасли. После этого прошли, вы все знаете прекрасно, прошли консультации с депутатами. Система дала сбой, как говорится, нужно было срочно собрать средства и направить на ликвидацию вот этих вот аварий. Я больше скажу, каких трудов нам стоило найти сразу эти средства. Это вообще была фантастика. Мы приостановили, но об этом так система бюджетная особо и не почувствовала, мы приостановили порядка 40% расходов, обязательных, для того, чтобы саккумулировать средства и вот направить в энергетический отрасль. Владимир Делба пообещал представить парламенту документы, в которых будет указано, на каком основании были перенаправлены эти средства. После обсуждения депутаты приняли в окончательном чтении поправки в закон о республиканском бюджете на 2021 год. Бюджет пенсионного фонда на 2021 год также внесены изменения. Речь идет о повышении размера доплат пенсионерам, не получающим пенсии иностранного государства. Парламент принял решение о межбюджетном трансферте из республиканского бюджета пенсионному фонду в размере 20 миллионов рублей. На заседании сессии парламента депутаты ратифицировали соглашение между Абхазией и Россией о взаимном зачете за выслугу лет службы в таможенных органах двух стран. Кроме того, определили сумму средств на содержание контрольной палаты и утвердили бюджетную смету аппарата, уполномоченного по правам человека. Парламент также принял решение о создании депутатской рабочей группы по разработке проектов законов о ветеранах, национально-освободительном движении и противодействии международной изоляции Абхазии.